Это боярышник, донник. Можно попробовать, по вкусу выбрать. Да я у вас постоянно беру. Татьяна Городова живет в Цибанабалке. Уже около 4-х лет в числе постоянных клиентов пчеловода Бориса Боброва на ярмарке-привозе. Борис пчелами занимается с самого детства. Помогал отцу, который живет в станице Благовещенская. За лето пасеку с 350 пчелиными семьями перевозят 3-4 раза. В зависимости от места и периода цветения различных растений. В сезон в среднем получается около 10 тонн меда. В этом году его пригласили поучаствовать в «Инфотуре» – своеобразной бирже, где производители смогут договориться о поставках продукции в санатории города-курорта. Как дополнительный рынок сбыта, если еще по санаториям, то будет вообще великолепно. Я сдавал в Геленджик, в Новороссийск. Особенно в Геленджике. Каждый год сдают. У них там как идет на обед или на завтрак, что-то там выдают. Вот именно мед постоянно идет. Сегодня на мероприятие записались более 60 предприятий. В списке все начинают производители молочной и местной продукции, заканчивая минеральной водой и кондитерскими изделиями. В этом году в продовольственной ярмарке два новых анапских предприятия – кондитерская фабрика и производитель полуфабрикатов. Увеличить количество участников, как производителей, так и потенциальных оптовых потребителей, поручил глава города-курорта Юрий Поляков. Возьмите список, сколько у нас здравниц там на Пионерском проспекте. За исключением федералы. Потому что федералы работают по 44-му, да? Да. Тоже опт торговля. Чтобы все там были, чтобы у нас не было потом сливочное масло в магазинах с Волгограда. У нас что, тут в край масла выпустить не могут или реализовать? Все они могут. Местный производитель платит налоги в местный же бюджет. Те, кого крупные торговые сети попросту не замечают, из-за небольших объемов производства, заключив контракт с санаторием, получат гарантированный рынок сбыта. А значит, возможность планово наращивать производство. С точки зрения туристического бизнеса, собственная продукция по определению свежая. Прежде всего, мы должны брать для отдыхающего и радовать отдыхающего тем, что производится в нашем районе, в нашем регионе. Потому что, во-первых, и люди, которые приезжают сюда, хотят этого. По мнению Александра Дмитрова, инфотур – мероприятие важное и знаковое. Для его развития есть как предпосылки, так и перспективы. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.